Привет, Ютуб! Сегодня я хочу поделиться с вами мыслями относительно грядущего альбома Айри, сделать небольшой прогноз и попрощаться. Поехали! Предположительно, осенью этого года легендарный хэви металлический коллектив Айри обещает разродиться новым альбомом, а пластинки мало что пока известно, за исключением того, что работа над ней официально закончена. Правда, последние события подсказывают мне, что все опять не так уж радужно в Арийском Королевстве, как бы арийцы не пытались публично доказать обратное. Смотрите сами, Ария Халсинина, да-да, именно так первоначально назывался злополучный трибют проект, приуроченный к юбилею Владимира. Что характерно, вначале был сделан репост в официальное сообщество группы, но уже скоро пост был удален, а спустя некоторое время без объявления причины трибют сменил название с Арии Халсинина на симфонию. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что остальные музыканты Арии высказали свое недовольство такому названию проекта. С одной стороны, их можно понять. Как-никак, с 1987 года Виталий Дубинин является основным композитором и хитмейкером группы. Вплоть до 1995 года Виталий с Владимиром работали в тандеме. Ну, начиная с 1998 года, их творческие дороги в последний раз пересеклись, и дальше каждый из музыкантов стал работать сольно над своими произведениями. С другой стороны, я не вижу в Арии Халсинина ничего крамольного. Все-таки Владимир единственный из музыкантов, кто стоял у истоков создания коллектива и никогда не покидал группу. В справедливости ради отмечу, что Халсинин подумывал об уходе в 1986 году, когда большаков осталось слишком много в Арии. Но преодолев свое малодушие, Владимир остался. Так что создатели трибюта имели полное право называть свой проект именно так. Оно намного благозвучнее и понятнее окончательного варианта. А остальным арийцам я мог бы только посоветовать умерить пыл своего эго. Все-таки уже взрослые люди и в почтенном возрасте. Сама симфония Халсинина оказалась типичной яркой пластмассовой пустышкой без глубины. Но это уже тема для отдельного ролика. Для нас с вами важен тот факт, что по словам Кирилла Немоляева, именно Владимир Халсинин был повинен в том, что вокалист Сергей Синев исполнил доминирующее количество песен на проекте. Халсинин, по словам Немоляева, так сильно проникся голосом Синева, что попросил задействовать его в как можно большем количестве композиций. Сказано, сделано. И вот уже среди слушателей пошли шутки, что проект и вовсе надо было назвать «Симфонией Синева». Сергей является обладателем неплохого вокала с относительно приятной хрипотцой. Местами он звучит как посредственная копия вокалиста Йорна Ланта, которого сильно любит Владимир Халсинин. И что характерно, вокал Синева не имеет никаких точек соприкосновения с вокалом Михаила Житникова. Ни для кого не секрет, что инициатором замены Артура Беркута Варии выступил именно Виталий Дубинин. Музыкант дважды проводил переговоры с Валерием Кипеловым по поводу его возвращения в Арию. А потом с подачей Маргариты Пушкиной заинтересовался Михаилом Житниковым. Если вначале Дубинин рассматривал молодого музыканта как вокалиста для своего сольного проекта, то позднее Виталий увидел в нем новый голос Арии. Халсинина же, судя по всему, такая ротация не устроила. Иначе, с чего бы Владимир проявил такой интерес к антиподу Михаила Житникова Сергею Синеву? Получается, что музыкант не очень-то и был доволен выбором Виталия Дубинина. Но тогда, в 2011 году, либо у группы не было выбора, и Владимир скрипя сердцем согласился, либо он ожидал, что Житников еще больше раскроется и продемонстрирует скрытый потенциал. Либо же Виталий Дубинин, как правообладатель бренда Арии, навязал остальным участникам свою волю? В целом, у меня сложилось впечатление, что вряд ли Халсинин относится к Житникову как к равноценному участнику Арии. Я не знаю, можно ли, исходя из этой информации, утверждать о новом расколе в Арии. Но уж о скрытом противостоянии между участниками знаменитого тандема Халсинин-Дубинин точно. Показателен в этом отношении предыдущий альбом коллектива через все времена, где большая часть гитарных партий была записана Сергеем Поповым единолично. Ведь в Арии, как мы знаем, есть традиция, что все гитары в своих композициях прописывает сам автор. Второй гитарист пишет только соло, да и то не всегда. Учитывая, что на альбоме через все времена всего одна композиция авторства Владимира Халсинина, результат неутешительный. А если мы вспомним, что в композициях авторства Виталия Дубинина еще со старо-арийских времен гитары писал Сергей Терентьев, а после раскола Сергея Попов, то участие в работе над предыдущей пластинкой Владимира Петровича минимально. Что не могло не сказаться на общем звучании альбома. С одной стороны, вроде бы Ария, но в то же время звучит как нечто совершенно иное. Так каким же будет новый тринадцатый альбом Арии? На мой взгляд, он получится таким же пестрым и скутным одеялом, каким была Химера, но смешанным с звучанием псевдо-восьмидесятых через все времена. Предыдущую пластинку спасло некое общее монотонное звучание композиций и минимальное участие Холстинина. Хотя если присмотреться внимательно, то и там присутствует пестрый винегрет из реминисценций Iron Maiden, советской эстрады, самоповторов и наработок из композиции «Волшебных сумерек» и сольного творчества Виталия Дубинина тех лет. На новой пластинке это все будет более контрастно за счет участия в процессе всех музыкантов. Виталий Дубинин, как водится, будет продолжать разрабатывать ностальгирующую жилу хэви-металла восьмидесятых, Сергей Попов будет разрываться между мастером и имитацией Iron Maidenомского стиля, Владимир Холстинин, судя по всему, еще больше уйдет в прогрессив. Ну и наверняка уже посложившиеся традиции, Михаил Житников порадует всех очередной околосоветской эстрадной композицией. И если в коллективе не произойдет каких-либо радикальных и позитивных перемен, то по всей видимости этот альбом станет для группы последним. Налицо повторение беркутовского периода после выхода Армагеддона. Группа в муках рождает альбом, тянет время, ну а дальше вы сами все прекрасно знаете. Тексты, я предполагаю, будут, как всегда, написаны Маргаритой Пушкиной, Александром Елиным и, о ужас, Игорем Лобановым. Ожидаем новых интересных перлов. Такие дела. А сейчас я бы хотел поблагодарить всех вас, дорогие подписчики, постоянные зрители и друзья. Спасибо, что все это время были вместе со мной. Мы через многое вместе прошли и хорошо провели время. Но, к сожалению, пришла пора прощаться. Так уж сложились обстоятельства, что на данный момент я не имею возможности работать над роликами дальше. Сразу скажу, что дело не в отсутствии энтузиазма, я нисколько не перегорел и с удовольствием дальше продолжал бы свое дело. Но бытовые неурядицы очень часто лишают нас возможности заниматься тем, чем мы хотим. Особенно связанные с финансами. Этот ролик хронологически станет на канале последним. Чуть позже, правда, выйдет очередная аутофилия на один пока что малоизвестный, но перспективный коллектив. Работу над ним я веду еще с конца апреля этого года. Большое спасибо музыкантам группы за понимание и терпение. В идеале он должен был выйти перед обзором на группу Хронос. Но увы. Сложно сказать, продолжит ли канал дальше свою жизнь или канет в лету. Честно говоря, я пока не знаю. Кому не безразлично будущее проекта, в описании ролика и в комментарии под ним я оставлю ссылочки, по которым можно оказать поддержку каналу. В идеале, если бы каждый из вас задонатил хотя бы по 100 рублей, все проблемы были бы решены. Но я понимаю, что это фантастика. Еще раз хочу поблагодарить всех вас за веру и участие. Отдельное спасибо Сергею Дарвину из группы Мессия за идею этого ролика и Дмитрию из канала Гитарной Истории за теплые слова. Я не прощаюсь с вами, а говорю до встречи. Удачи!